Продолжение следует... Утро ты сливаешься с толпой, пока не наступит час икс, день, который нужно встретить готовый на все сто и выглядеть великолепно. Но что делать, если на подготовку остались ровно сутки? Мы знаем, кто тебе поможет. Успеть за 24 часа модное шоу на СТС, где сбываются мечты. Стилист Александр Рогов и его команда за сутки перевернут твою жизнь. Только здесь офисная скромница может превратиться в АРМБ-звезду, домохозяйка в диву итальянского кино, а воспитательница детского сада Фан Фаталь. Всего 24 часа и самая обычная девушка станет той, которой оборачивается вслед. Всем привет, с вами Александр Рогов и вы смотрите модное шоу «Успеть за 24 часа» на канале СТС. Наша сегодняшняя героиня Лена – эксперт по подделкам. Вмиг отличит фальшивку от оригинала. Но недавно криминалист со стажем застукала на месте преступления собственного мужа. Что делать, если брак вот-вот превратится в фикцию? И как вернуть в отношения неподдельную страсть? Не будем терять времени, едем за Леной. У Елены Ломоносовой редкая профессия. Она выявляет фальшивые купюры, ценные бумаги и печати. Но в последнее время девушка начала сомневаться в подлинности чувств собственного мужа. Ведь он кокетничает с другими прямо у нее на глазах. Мы гуляли с ребенком. Гуляла мама. Одна длинноногая, красивая такая. Сразу начал прихорашиваться, увидеть. Мне видно было, что она как бы захотела ей как бы понравиться. Ну, вроде бы он у меня не бабник, но все равно было неприятно, потому что я для него самая лучшая была родина. А теперь все иначе. После рождения ребенка Лена совсем перестала о себе заботиться. Ведь она все силы тратит на семью. Муж целыми днями пропадает на работе, а девушка сходит с ума от ревности. Я очень переживаю, что из-за того, что я сейчас неяркая и серая мышь, будут какие-то чувства возникать у него к другим девушкам. Но завтра супруги отмечают годовщину первого свидания. И в этот день Лена мечтает снова стать для мужа самой желанной женщиной. Хочу, во-первых, чтобы, конечно, он на меня посмотрел другими глазами. Хочу, чтобы я на себя посмотрела другими глазами. И чтобы я увидела себя яркой и почувствовала себя женщиной, наконец. И почувствовала себя красивой, как раньше. Я себе дала последний шанс. Что сделает Александр Рогов, чтобы спасти этот брат? Узнаем через 24 часа. Лена, привет! Приятно познакомиться. Мне тоже. Лена, я тебя поздравляю. Ты стала участницей нашего модного эксперимента на СТС. Успеет за 24 часа. Прямо сейчас отправляемся в мой офис. По дороге расскажу о правилах программы. Поехали. Пожалуйста. Забирайся. Правило номер один, мы сдаем мобильный телефон. Правило номер два, ты не будешь ночевать дома, останешься в гостинице. Правило номер три, ты не увидишь своего отражения в зеркале в ближайшие сутки. Засекаем время? Засекаем. С этой минуты, ровно 24 часа, у меня и мои команды есть на твое преображение. Я уверен, мы справимся. Время пошло. Давай обсудим твой повод. К чему готовимся? Мы готовимся к свиданию с мужем, чтобы его удивить, поразить. И может даже немножко, чтобы он меня даже не узнал. Лен, что же случилось такого, что ты решила прийти к нам в программу? Во-первых, я очень сильно изменилась. И, наверное, какие-то чувства притупились, где-то даже раздражительность друг к другу появилась. Но я знаю про какую-то историю в песочнице. Да, история была такая. Моего мужа был выходной, и мы пошли все вместе гулять. А я самая старая мамашка там. Я поздно родила. А все остальные девочки молодые, там до 25 лет даже. И там есть одна мама, очень красивая, длинноногая, яркая такая. И, конечно, он ее, видимо, заметил. Когда они поздоровались, они оба начали как-то искра между ними. Так, он съедал живот, расправил грудь или что-то произошло. Он начал управлять прическу. Что у мужчины скра такая. Да, и мне очень стало прям обидно-неприятно, потому что никогда такого я не замечала. Мне было очень больно. Ну и, конечно, говорит, что я тебя люблю и никого я не замечаю. Но женщина же всегда все видит и чувствует. Ну а ты думаешь, это такой звоночек, что... Конечно, это звоночек. Потому что мужчина, который только на тебя смотрел и ревновал, и говорил, что... Ну как же с тобой тяжело куда-то ходить гулять, потому что на тебя все мужчины обращают внимание. И когда ты меняешься, и когда ты себя уже не любишь, мне кажется, это звонок все равно. Но это звоночек тебе. Да. Я хочу помочь тебе побороться со своей неуверенностью, потому что рассказ был про ревность. А ревность – это всегда следствие неуверенности в себе, согласись. Конечно. Сейчас я попрошу тебя примерить твой наряд, в котором ты без моей помощи отправилась бы на свидание с мужем. Так что переодевайся, я жду тебя здесь. Далее в программе. Почему Александр забракует наряд своей подопечной? Грудь не видно, талию не видно. Мальчики любят, когда вот так. Тут уже не так. Так, поднимай. Поднимай, поднимай. Почему стилист пойдет ва-банк? Мне на самом деле даже страшно покупать без примерки вот такую сложную вещь. Но мне так нравится, что я рискну. Будет ли оправдан такой риск? У-у-у, горячо становится здесь. Лен, что за выбор такой? Ну, такой был. Из чего выбирала? Из старого гардероба. Лен, давай по порядку. Мне нравится, что ты подчеркнула свою фигуру. Нижней части своего туалета. Просто юбка неправильная. Слишком короткая, трикотажная. К твоему поводу эта юбка не подходит. Теперь топ. Вроде бы праздничный, вроде бы нарядный. Но что за форма? Грудь не видно, талию не видно. Мальчики любят, когда вот так. Понимаешь? Тут уже не так. Так, поднимай. Поднимай, поднимай. Боком поворачивайся. Ну, шикарно. Не хватает туфель на каблуках. Ах, каблук изменил бы пропорции. Потому что сейчас из-за того, что такой массивный верх, кажется, что у тебя длинное тело и две короткие ножки. На самом деле нужно просто, например, попробовать эту блузку заправить в юбку. Заправь сейчас. Видишь? Талия сразу отмечает совсем другую длину ног. Потому что ноги теперь заканчиваются там, где заканчивается юбка. А если бы здесь еще были каблуки, сама понимаешь, все было бы идеально. Кофта ужасная. Какие-то девяностые, кофта, летучая мышь. И опять-таки общее такое, знаешь, какое-то вульгарное ощущение от комплекта. Как будто бы такая ночная бабочка ко мне здесь запорхнула. Дешевая. Вот. Дешевая ночная бабочка. Ну что это? Сама прекрасно понимаешь теперь. Ну теперь понимаю, да? Есть что сказать свое оправдание? Мне кажется, что я немножко потерялась сейчас. Я уже не знаю, что сейчас вообще модно, что сейчас одевают. Я совсем разберусь. Смотри, в любом случае мы с тобой будем готовить какой-то необычный образ. У нас все-таки вечер, мы хотим взбодрить мужа. В любом случае это будет что-то по фигуре. И каблук. И каблук. Здесь даже дело не только в каблуке. На тебя такие стоптанные сейчас балетки, что они дешевят весь образ. Если бы здесь были совсем другие туфли, может быть даже без каблука. Балетки менее стоптанные. Здесь могут даже теоретически быть кроссовки, если бы мы с тобой говорили не о выходе в свет, это не о вечернем каком-то мероприятии, а о чем-то дневном. Понимаешь? Да. Предлагаю закончить с обсуждениями. Прямо сейчас отправляемся в стоматологию. Это первый этап работы над твоим преображением. Поехали? Поехали. Привет, Глеб. Привет, Света. Знакомьтесь. Это Лена. Лена, это Глеб Пекли, его команда. Они займутся твоей улыбкой. Очень приятно. Глеб Пекли. Эксперт в области эстетической стоматологии и мастер белоснежных улыбок. Глеб уверен, красивые зубы – это статус-символ. В его распоряжении самые передовые технологии, а в его посложном списке – первые лица российского шоу-бизнеса. Глеб ведет свою личную войну со стереотипами, раз за разом доказывая, визит к стоматологу может быть удовольствием. Какой у нас повод? Удивить мужа. Можно поподробнее расскажу? У вас годовщина, первое свидание, прошло три года. И, как обычно, все не так просто. И хочется показать мужу Лены, какая она красотка, какая она невероятная, и что ее нужно любить и носить на руках. А можно я здесь задам вопрос? Лена, как давно были у стоматолога? Год назад. Ну, тогда мы удивим мужа. Да, удивим? Хорошо. Садись на кресло. Сейчас Глеб тебя осмотрит, скажет, что же будем делать. Лена, открывайте, пожалуйста, рот. А у стоматолога были, наверное, на лечении, не на гигиене. Саш, ну, Лену чуть-чуть нужно поругать. Ругай. Ругаю. Наверное, на профессиональной гигиене вы никогда не были. Да. Саш, огромное количество камней поддесневых, наддесневых, большое количество налета. Есть рецессия десны. Рецессия десны – это когда десна отходит от зуба и оголяют уже корень. В таких условиях мы можем сегодня сделать только гигиену и только после этого посмотреть, возможно ли будет сделать отбелив. Но возможно... Возможно-возможно, а возможно-невозможно, и иногда возможно-невозможно. Так, я скричу пальчики, надеюсь, что будет возможно сделать отбеливание. Я вас сейчас оставлю, вы тогда начинайте работу, я скоро вернусь. Хорошо. Смотрите далее. Чего не хватает Лене для полного счастья? Я хотела бы убрать мимические морщинки. Где? Здесь, здесь. Так. Подкорректировать веки. Так. И чуть-чуть губы увеличить. Ой, Лена дорвалась. И как девушка получит то, о чем даже не мечтала? Что ты хочешь? Иди-ка. Смотри, как красиво. Пока стоматолог занимается улыбкой Лены, у меня есть время подобрать для нее три образа. Как вы помните, по условиям нашей программы, не видя своего отражения в зеркале, Лена выберет всего лишь один. И именно в нем завтра отправится отмечать годовщину первого свидания со своим мужем. И в этот вечер она должна быть стопроцентно настоящей красоткой. Лена хочет разбудить в муже вулкан страстей. А это значит, нам нужны остросексуальные комплекты. Но, боюсь, наша героиня, судя по тому наряду, в котором она собиралась пойти на свидание, не видит разницы между сексуальностью и вульгарностью. А ведь игривые, но не пошлые вещи можно и нужно интегрировать в свой повседневный гардероб. Потому что растянутая футболка и протертые джинсы способны остудить даже самый жаркий пыл. Поэтому я держу курс на интригующие платья-футляры, манящие топы с пайетками. И кто знает, может быть, найду еще что-нибудь необычное. Побежал на поиски. Ох, кажется, я действительно нашел что-то неожиданное. Но мне на самом деле даже страшно покупать без примерки вот такую сложную вещь, как комбинезон. Но мне этот комбинезон так нравится, что я рискну. Я думаю, она отлично сядет на Лену. К тому же это не банальное решение нашей задачи. Такой комбинезон подчеркнет и ноги, и грудь. Продемонстрирует спину. В общем, для нашей героини это прекрасный способ показать своему мужу, что несмотря на все житейские неурядицы, она хочет оставаться желанной. Возможно, с таким комбинезоном будут уместны красные аксессуары или красная помада. Все решим после того, как завтра Лена выберет наряд. Разумеется, я предложу Лене платье-футляр длиной по колено, открывающее декольте. Я надеюсь, все помнят правило. Если вы открыли зону декольте, закройте ноги. И наоборот, длина мини предполагает прикрытые ключицы и никаких вырезов до пупка. Оголять все сразу просто неприлично. Это и есть та грань между вульгарностью и сексуальностью. И вот такое платье на 100% соответствует завтрашнему романтическому поводу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если ваш бюджет на одежду ограничен, не тратьте деньги на стихийные покупки. Подумайте, как следует, что именно вам нужно. И выбирайте максимально нейтральные вещи, которые к тому же будут и всесезонными, и универсальными. Вот, например, хорошие джинсы можно носить и зимой, и летом, и в пир, и в мир. На выход с ярким топом, ярким жакетом. На каждый день с простой белой футболкой, тельняшкой или удлиненным жилетом. На самом деле, 10 базовых вещей более чем достаточно, чтобы выглядеть хорошо. Ну, а я купил все, что хотел, отправляюсь за Леной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Показывайте и мне. Я так понимаю, отбеливание было сделано? Да, Саша, отбеливание было сделано. Сейчас смотрели цвет, какой был и какой стал. Это серьезное отличие. Это практически самый белый цвет, который мог бы получиться, поэтому я очень доволен. Единственный, Саш, у Лены большое количество межзубного налета. И я думаю, что будет интересно и Лене, и нашим телезрителям понять, как с ним бороться. А бороться с ним в течение дня очень просто. Нужно иметь при себе зубную нить. Мы на этой модели сейчас покажем, как пользоваться зубной нитью. Свет, пожалуйста. Нам нужно отмотать приблизительно 30-40 сантиметров зубной нити, оторвать ее, намотать на палец и пройти между зубными промежутками. Нить нужно прижать к какому-либо из двух зубов. То есть не на десну давить, а на зуб? На десну, на зуб. Сделать несколько таких движений вниз-вверх. Сначала около одного зуба, а потом около другого. Так, значит, я беру, наматываю. Да. Ну это же тяжело. Намотай на один палец. Вот так. На второй. И теперь заводи нитку между зубов. А этими можно помогать? Можно. Не тяжело? Все, я понял. Самое главное, давить не на десну, чтобы ее не повредить, а давить на зуб и как будто бы очищать. Правильно? Да. Так, Лен, поехали к косметологу. До свидания. Спасибо большое. Супер. Все, супер. Пока, Саша. Макс, привет, знакомься. Это Лена. Очень приятно. Лена, это Макс Адам Шерер, кто косметолог. Макс Адам Шерер, доктор-скульптор, специалист по малоинвазивной хирургии, пластический хирург, косметолог. Может преобразить лицо с помощью пары уколов. В его послужном списке три десятка международных сертификатов и самые статусные пациенты. Лена, до вас с тобой встречи. Да. Да? Да, конечно. Так, Леночка, присаживайся, тогда будем обсуждать, что ты хотела бы усовершенствовать. Ну я много что хотела бы изменить. Рассказывай. Я хотела бы убрать мимические морщинки. Где? Здесь, здесь. Так. Подкорректировать веки и чуть-чуть бул-бу увеличить. Ой, Лена дорвалась. Макс, что возможно из того, что описывает сейчас Лена, сделать вот в наши краткие сроки? Все. Правда? Конечно. А вот про веки еще Лена сказала, это тоже возможно? Морщинки чуть-чуть вот эти. Может быть, бров чуть-чуть поднять? Да. Я все знаю, Макс, я могу быть твоим ассистентом. Да. Так, сдвинь, пожалуйста, брови. Так, вот это мы убираем. Теперь подними бровки наверх. Вот, мы раскрываем взгляд. Прищурься. Убираем морщинки в уголках глаза. Смягчаем носогубную складку. И придаем небольшой объем верхней губе. Лен, представляешь? Я нет, но хочу представить уже. Так, я хочу вас оставить. Лене, пожалуйста, не показывай результат без зеркала. Клянусь. Хорошо. Все, я скоро вернусь. Работайте. Ох ты, какой у нас результат. Так, губы вижу. Носогубку вижу. Да. Лоб вижу. Макс. И глазки мы чуть-чуть подкололи. И хмурку смягчили. Лен, ты-то как? Я счастлива. Я предлагаю прямо сейчас отправляться в гостиницу. Пришло время отдохнуть. Макс, ну а тебе огромное спасибо. Пожалуйста. Сделал девушку счастливой. Поехали. Спасибо. Пока. Пожалуйста. Пока, ребят. Так, Лена. Мы с тобой в гостинице. Здесь останешься на ночь. Сейчас наденем маску, потому что ты не должна видеть своего отражения. Висти зеркалом закрыть не можем. Пожалуйста. Помоги мне. Не видно? Угу. Ну все, тогда поехали. Не бойся. Лена. Ну я вижу, ты довольная, счастливая, рассказывая о своих эмоциях. Я себя почувствовала другой, другим человеком. Эта передача меня изменила немножко сознание. Я по-другому совершенно думала. Я думала, что вообще ничего невозможно сделать, ничего изменить. И как-то дали большого, извиняюсь за выражение, пинка мне, чтобы я захотела лучше выглядеть. Я раньше ложилась спать, я очень уставала. А сейчас я хочу в ванной полежать и как-то маникюр себе сделать. Уделить себе время. Да, да, да. Я понимаю, что сейчас я всем хочу интересоваться. Я хочу смотреть, как все выглядят звезды. Я давно не смотрела журналы, моды. Я хочу заниматься собой. Главное, ты должна понять, что есть какие-то моменты, которые ты сама для себя можешь организовать. Но я не знаю, маникюр, конечно же, понятно, что надо сходить к профессионалу, который обработает правильно пальцы, но при этом покрыть ногти лаком и менять лак раз в два-три дня, почему бы нет? Понимаешь, о чем я говорю? Ну даже просто укрепление какое-то. Я очень рад, что за полдня совместной работы ты действительно пересмотрела свои взгляды. Это так важно. Это я вам хочу, спасибо, большое. Лен, ну что, завтра у тебя очень важный день, но можешь не волноваться. Все будет хорошо, ведь теперь помимо команды экспертов у тебя есть еще один незаменимый помощник. Быть уверенной в себе тебе поможет дезодорант Гарниер Активный Контроль. Он обогащен натуральным минералом перлит и защищает тебя от пота и запаха даже в условиях жары или стресса на 48 часов. Гарниер Активный Контроль позволяет коже дышать и сохраняет ее гладкой и здоровой. Рекомендую. Спасибо большое, я обязательно воспользуюсь. Обязательно попробуй. Сейчас я тебя оставлю одну. Хорошенько выспись, отдохни, настраивайся на позитив, а с утра продолжим работу. Хорошо. Обниматься. Пока. Пока. Мне бы хотелось быть очень яркой, неузнаваемой, ни для себя, ни для своих родных. И просто, мне кажется, у меня будет стремление так выглядеть. И уже есть стремление, и уже хочу я. И хочу для мужа все изменить, и для себя все изменить. Далее в программе. Какую реакцию вызовут у Лены новые наряды? Что ты платишь? Иди-ка. Смотри, как красиво. Почему у стилиста появятся сомнения? Отошла вот так как-то со мной. Я думаю, боже мой, сейчас она наденет комбинезон, выйдет опять вот так. И как Александр поймет, что игра стоит свеч? Я жутко переживал, но теперь понимаю, что риск был абсолютно оправдан. Глаза-то что на мокром месте? Ранее в программе Елена Ломоносова чувствует, что муж потерял к ней интерес. Я очень переживаю, что из-за того, что я сейчас неяркая и серая мышь, будут какие-то чувства возникать у него, у другим девушкам. Сегодня Лена идет на романтическое свидание с любимым и хочет разбудить в нем былую страсть. Мальчики любят, когда вот так. Тут уже не так. Я совсем разберусь. У Александра Рогова всего 24 часа, чтобы сделать девушку неотразимой и желанной. А это значит, нам нужны остросексуальные комплекты. Удастся ли стилисту изменить Лену так, чтобы муж потерял до речи? Скоро узнаем. Лена, доброе утро. Как спалось? Хорошо. Как настроение? Хорошее. Позавтракаем? Угу. Проходи. Я хочу, чтобы ты устраивала дома всевозможные интересные развлечения. Принести завтрак в постель. Просто пожарить омлет, встать на 15 минут пораньше и войти к своему любимому и сказать, дорогой, сегодня завтрак в постель. Ну, у нас ребенок спит с нами в комнате. Во-первых, ты завтрак можешь принести и мужу, и ребенку. Во-вторых, я же не заставляю тебя заходить в каком-то эротическом белье. Халат надела и зашла с завтраком. Просто удели внимание мужу в каком-то романтическом ключе. Хорошо? Договорились. Причем я не к тому, что каждый день нужно это делать. Пусть это будет случайно, внезапно, по каким-то необычным, даже не поводам, просто в необычный день. И все. В будний. В будний. Так, доедаем завтрак и отправляемся на примерку. Хорошо? Мой любимый цвет. Вот этот вот беж. Так. Ой, вообще. Уже хорошо. Глаза на мутром месте. Что ты получишь? Знаю. Иди к мне. Смотри, как красиво. Смотри, здесь и юбки, и блузы, и платье. И комбинезон с открытой спиной. Я очень хотела себе комбинезон, на самом деле. Очень хотела. Потом у меня нету платья вечернего вообще никакого. И любимый клатч такой цвет вообще. И юбки у меня такой никогда не было. Лен, все примеришь, все на себе почувствуешь. Почему говорю почувствуешь? Потому что отражение в зеркале ты не увидишь. И каблуки, да. Ну и, конечно же, каблуки. Но я не могу тебя отправить без каблуков. Конечно, эти твои стоптанные балетки вообще-то должна будешь выбросить. Хорошо? Да. Ну что? Я хочу тебе рассказать, почему эти вещи на манекенах сейчас. И, наконец, уже приступим к примерке. Угу. Ну, во-первых, ты молодец, что разгадала мой модный ребус. Здесь и платье-футляр. Да. Вечернее платье, коктейльное платье. Здесь и составной комплект. Такой нарядный топ с яркой юбкой. Комбинезон, честно тебе скажу, я боялся покупать, потому что это очень сложная вещь. Ее нужно примерять. Желательно увидеть со всех сторон. Он все пойдет. Я сейчас рискую. Я не знаю, как он сядет. Но мне кажется, вот что-то мне подсказывает, что все будет гениально. Да. Давай с него начнем? Давай. Лена, я не верю своим глазам. Красота. Я жутко переживал, но теперь понимаю, что риск был абсолютно оправдан. Я, во-первых, сразу постройнела. Ну, во-первых, каблуки, сделай свое тело. Да, выпрямить спину, наконец-то. Я потому что, когда вел тебя в маске, вот ты шла вот так как-то со мной, я думаю, боже мой, сейчас она наденет комбинезон, выйдет опять вот так, испортит все впечатление. Каблук. Ты же держишь спину, на каблуках держишься шикарно, и комбинезон сидит потрясающе. Давай продолжим примерку, что будет, юбка с фалдой или вот это коктейльное платье. Коктейльное платьюшко. Ну, конечно, комбинезон меня подготовил к тому, что будет что-то фееричное. Я думаю, что зрители на манекене не могли представить себе, что платье будет таким, как открывает разрез ножку, когда ты идешь. Эти потрясающие лямки из бахромы, как будто вы в расфокусе сейчас все. Очень красивый лиф у платья, видишь? Как интересно сделано именно верх платья. Ну и, конечно же, основа платья – это моя любимая классическая юбка-карандаш. Все гениальное просто. Главное, подчеркнуть силуэт. Ты себя какой чувствуешь? Не знаю, я себя, в принципе, не вижу. А так хорошо, мне все нравится. Сидит потрясающе. Ты была в своих джинсах, в этой футболке растянутой. Фигура выглядела бесформенно. Именно такой тебя видит твой муж. Понимаю. Сейчас все встало на места, талия на месте, правильно подчеркнуты бедра. Вообще другое дело. Помни о том, что мужчины любят глазами. Если ты будешь ходить в одних и тех же замызганных джинсах, муж к тебе так и будет относиться. Увидел одну дамочку в кудрях и в какой-то немного другой одежде, сразу пузо втянул. Понимаешь? Делай все для того, чтобы он постоянно втягивал пузо. Договорились. Лена, несмотря на то, что это платье особенное, у него специфический силуэт, ты сможешь, если его выберешь, надеть его потом неоднократно. С другими туфлями, с другим клачем, с какими-то другими аксессуарами. Ну что, приступим к примерке третьего наряда. Давай, я жду тебе с примерочной. Лен, глаза-то что на мокром месте опять? Нравится? Не ожидала? Вообще ничего не ожидала. Ну, хоть тут везет мне. Тебе будет и дальше вести. Посылай во вселенную позитив. Любовь, радость, счастье от того, что у тебя ребенок прекрасный. Хороший же ребеночек. Да. Прекрасный муж. Ну, какие-то эти мелкие неурядицы, это такая глупость. Пожалуйста, окружи себя позитивом. Правда. Вот все правда изменится. Угу. И каждый наряд, ты сейчас выходишь ко мне, это настоящий фурор. Какой девушкой ты себя сейчас чувствуешь? Ой, вообще очень красивый. Угу. Повернись спиной. Очень красиво. И смотри, твой вчерашний наряд мне показался вульгарным, несмотря на то, что вроде бы была очень закрытая блуза и черная юбка. Но это все выглядело как-то вульгарно и дешево. А вот сейчас, несмотря на то, что очень открытая спина, открытые руки, это выглядит элегантно. Да. Я сейчас вынужден тебе напомнить, что тебе придется делать выбор. Один из трех нарядов может достаться тебе в подарок. Угу. Напоминаю тебе, что ты можешь выбрать любой наряд, я не имею права влиять на твой выбор. Просто ты должна посмотреть на свой выбор широко. Комбинезон – это просто комбинезон. Юбка, топ, клатч и туфли – это целый комплект, это по большому счету мини-гардероб. С этим топом можно носить джинсы, с этой юбкой можно носить, например, какой-то другой более закрытый топ. Даже какой-то уютный кардиган или простой джемпер без лишнего декора тоже будет здорово смотреться с этой юбкой. Понимаешь? Угу. Подумай, о чем я сейчас говорю. Но на самом деле, я считаю, что бы ты ни выбрала, в любом из этих нарядов ты действительно заново покоришь своего мужа и себя. Ты готова сделать свой выбор? Да. Я подойду, скажешь мне на ушко? Да. Точно? Да. Правда? Да. Угу. Да? Да. Я принимаю твое решение. Теперь мы с Леной знаем, в чем она сегодня вечером отправится на свидание с мужем. Вы не переключайтесь, совсем скоро увидите результат работы над ее преображением. Лен, ну а мы с тобой едем в салон красоты. Смотрите далее. Каким хитростям прибегнет парикмахер, чтобы сделать Лену привлекательной? Мне кажется, это безупречное оружие для покорения мужчины. Мне кажется, тоже. Будет ли это оружие эффективным? И что случится перед зеркалом? О-о-о-о! Какой кошмар! Ужас вообще. Ну а что здесь плохо? На голове вообще черт, значит. Девчонки, привет! Привет! Знакомьтесь, это Лена. Лена, это Лена немцев, твой парикмахер. Очень приятно. Привет! А это Оля Романова, твой визажник. Привет! Еще приятнее. Лена! Девчонки, ну на самом деле у нас очень классный, очень романтичный повод. Годовщина со дня первого свидания, три года прошло. Ну и как обычно, если у нас свидание с мужем, значит мы хотим воскресить прежние, угасающие чувства. Сделаем? Попытаемся. Я пойду готовиться. Отлично, до встречи. Лен, садись в кресло. Сейчас мы с Леной обсудим, что же это будет. Елена Немцева. Волосы ее стихия. Гений цвета, мастер-колорист и победительница конкурса «Золотые ножницы». Тонкостям парикмахерского искусства училась в Швейцарии. Ее рукам не боятся доверить свои головы наши и зарубежные звезды, в том числе певица Максим, Патрисия Каас и даже Перис Хилтон. Лен, я как обычно хочу попросить оценить состояние волос, окрашивание, стрижки. Что ты видишь сейчас? Я просто смотрю на состояние волос и думаю, быстрее бы начать работать, потому что здесь работы очень много. А почему? От трошек корни, я предполагаю, месяца 4 не красились волосы. Даже то, что красилось, это не Лена цвет волос. Лен, на самом деле все можно исправить. Конечно. Я прекрасно знаю, почему волосы сейчас в таком состоянии, но что я хочу отметить, я сейчас волосы трогаю, они очень приятные. Их много. Качество волос прекрасное. Лен, понимаешь, сейчас все сделаем. Так что мы предлагаем в двух словах. Я хочу нарастить тебе волосы. Ты будешь с длинными волосами. Такой красивой девушкой, секси, блондинкой, чтобы муж упал просто. Мне кажется, это безупречное оружие для покорения мужчины. Мне кажется, тоже. Работайте. Лена, сейчас в магазинах огромный выбор профессиональных средств. По уходу за волосами. И с непривычки сориентироваться трудно. Лен, ты можешь что-нибудь мне посоветовать? Я рекомендую тебе серию «Лошадиная сила», которая, кстати, получила международную премию «Инновационный продукт года». Это шампунь с коллагеном и ланолином, бальзам, создающий эффект биоламинации, маска с гиалуроновой кислотой и топ-10 ойлс. Я обязательно воспользуюсь. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вижу невероятную ухоженную капнула. Волос – это именно то, чего хотел я. Как тебе удалось все это сделать? Во-первых, я скажу, что такие длинные отросшие корни очень сложно скорректировать. Я прибегла, конечно, к старому дедовскому способу вмилирования. Зато у нас не видно этого перехода. Корни я подкрасила под натуральный цвет, чтобы Лене в дальнейшем было проще следить за своими волосами. Что я хочу заметить, Лен, сейчас не такое окрашивание, которое через неделю отрастет, его нужно корректировать. А из-за того, что переход очень тонко и выполнен, волосы будут логично отрастать, и будет ощущение просто, что корни стали немного темнее. Но вот этой жесткой линии больше не будет. Больше не будет, да. Лен, я еще хочу отметить, это потрясающее наращивание. Вот так можешь сделать только ты. Очень органично, очень красиво. И, пожалуйста, девочки, если вы делаете наращивание, проследите за тем, чтобы ваш мастер простриг волосы правильно. Чтобы не было ощущения ваших волос, и потом 20 сантиметров искусственных волос. Все нужно грамотно прострижь, как сделает Лена сейчас. Лен, спасибо тебе большое. Переходим к макияжу. Ольга Романова. Гуру мейкапа и звезда модного закулисья. В мире фэшн и шоу-бизнеса это имя знает каждый. А лица селебрити на глянцевых обложках – ее рук дело. У этой блондинки безупречное чувство стиля. Она всегда в курсе самых свежих трендов в макияже. График Ольги расписан на месяцы вперед. А среди ее постоянных клиенток – певицы Ёлка, Кэти Тапурия и Вера Брежнева. Оль, я тебе напоминаю, повод романтический. Лена буквально через пару часов встречается со своим мужем. Я думаю, ты понимаешь, о чем пойдет речь. Конечно. Но не о яркой помаде. Я боюсь, там без поцелуев не обойдется. Я поняла, к чему ты клонишь. Поэтому акцент мы сделаем на наших красивых глазах. Ну, волосы шикарные, длинные у нас есть. Ни один мужчина не устоит. И я думаю, что пленительный взгляд нам тоже не помешает для этого вечера. С пололокой. Конечно. Хорошо, работайте. Скоро вернусь. Ого! Оля, ты, конечно, мастерица вот таких глаз. Это что-то невероятное. Лен, вот я понимаю, что ты что-то уже там представляешь себе, какую девушку ты увидишь, но ты таких глаз вообще никогда не видела. Это что-то с чем-то. И я думаю, что муж тоже. Да, муж вообще обалдеет. Круто. Я ничего не видела, но я счастлива. Если вы тоже хотите оказаться на месте Лены, измениться до неузнаваемости, испытать какие-то невероятные эмоции, приходите в нашу программу. Прямо сейчас отправляйте ваши заявки на участие в кастинге по адресу, который вы видите на своих экранах. И, возможно, именно вы проведете самые модные 24 часа вашей жизни с нами на СТС. Оль, спасибо тебе большое. Лен, переодеваемся, идем к зеркалу. Неспокойного вам вечера. Неспокойного? Я думаю, таким и будет. Вот ты увидишь сейчас себя такой роковой, такой элегантный, такой сексапильный. Я уверен, что ты даже подход свой к жизни поменяешь. Саш, я уже поменяла подход. Вы вообще поменяли мне все мои мозги, все мое сознание, серьезно. Во-первых, я поняла, что не надо крест ставить на себе, что надо все равно ухаживать за собой. Любить себя. Да. Я очень хочу показать тебе, какой ты стала. Через несколько минут я уберу твою прежнюю фотографию. Надеюсь, что такое ты больше никогда не будешь. Лена, мы пока сюда шли, я и забыл, какой ты была. Какой кошмар. Ужас вообще. Ну а что здесь плохо? Короткие ноги, простоптанные обувь. На голове вообще черт знает что. Мы все исправили. Я хочу тебе показать, какой ты стала. Ты готова? Далее в программе. Что скажет девушка о своем новом отражении? Меня муж не узнает. Ты хотела этого. И почему стилисту придется ее успокаивать? Ты что? Ну все, не могла смотреть на себя. Не любить себя – это самое последнее дело. Ранее в программе. Елена Ломоносова пытается вернуть страсть в отношения с мужем. Я себе дала последний шанс. Сегодня девушка идет с любимым на свидание и хочет быть неотразимой и желанной. Помни о том, что мужчина любит глазами. Если ты будешь ходить в одних и тех же замызганных джинсах, муж к тебе так и будет относиться. Ровно сутки команда Александра Рогова готовила Лену к важному вечеру. Я хочу нарастить тебе волосы. Чтобы муж упал просто. Мне кажется, это безупречное оружие для покорения мужчины. Будет ли это оружие эффективным? И что почувствует девушка, увидев свое новое отражение? Я открываю зеркало. Это не я вообще. Самый красивый человек. Ой, какая стройная. Как тростинка. Ух ты. О-о-о-о. Вот это глаза. Я вижу очень красивую девушку. Очень красивую. Уверенную. Богатую. С красивой улыбкой. Маленький даже носик стал такой. Шикарные волосы. Спасибо вам большое, что вы мне дали какую-то надежду, что я могу по-другому выглядеть, что меня могут мной восхищаться, меня любить. Продолжение следует. Лен, я хочу, чтобы ты в себя поверила, что ты в прекрасной форме, ты потрясающая девушка, ты достойна комплиментов, ты достойна любви, ты достойна саму себя снова полюбить. Такая девушка достойна того, чтобы ее на руках носили. Меня муж не узнает. Ты хотела этого? Да. Так, я сейчас тебе. Я все очень зашусь. Ты не представляешь, как я себя ненавидела. Лен, ну ты что? За что? Я себя не любила вообще. Уже все. Не могла смотреть на себя. Не знала, что я могу быть такой красивой вообще. Ты вообще невероятная. Ты посмотри. Угу. Сейчас глаза блестят от слез, ты еще красивее. Все сейчас поправим, не волнуйся. Ты красавица. И не любить себя это самое последнее дело. Понимаешь? Да. Холь себя и лелей. Посвящай себе время. Ладно? В месяц один раз сходить в салон красоты. Я в тебя верю. Спасибо. Отдаю тебе твой мобильный телефон, звоню уже наконец мужу, скажи, что ты едешь. Хорошо. Давай, на прощание тебе. Королева. Ты королева. Ты королева. Так, вот здесь. Ну что, Лен, пришла пора прощаться? И тебе желаю потрясающего вечера. Спасибо. 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 Тебе спасибо. Пока. Пока. По-моему, у нас получилось объяснить Лене, что любые жизненные трудности можно и нужно преодолевать красиво. Ну а самые беспроигрышные аксессуары, как улыбка и блеск в глазах, вообще ничего не стоят за то, как украшают. Ну а нам с вами пришла пора прощаться. Вы смотрели шоу «Успеть за 24 часа». С вами был я, Александр Рогов. До встречи на следующей неделе. И помните, мы вас любим. А сейчас, пожалуйста, не переключайтесь. Вы увидите, как муж Лены отреагирует на ее новый образ. Пока. Когда я увидел нашу маму Аленку, я подумал сразу глянется. Все здорово, все здорово. И волосы мне понравились, и макияж, и... Ну все, все с иголочкой, все. Я потрясен. Ну у него глаза загорелись. Он меня увидел, у него загорелись глаза, он столько... Его затрясло. Он меня начал обнимать, его никто не видел, а я чувствовала. Его уж колбасить начало. Меня. Я на самом деле очень благодарна, что... Ну не знаю, судьбе, Богу, что я попала на эту передачу. Что меня поменяли. Меня поменяли не только внешние. Я поняла, как я могу, во-первых, выглядеть. И поняла, что все равно надо следить за собой. И увидела в глазах мужа то, что я хотела увидеть. Смотрите в следующем выпуске. Можно ли излечить модное раздвоение личности? И как быть, если родная мама втаптывает в грязь твою самооценку? Ну, меня ценят только вот, знаете, как... Ну, там, студента, работника. Не ценят внешние какие-то данные. И в итоге ты пошла от обратного и начала еще больше провоцировать. Я думала, что я покажу, что я сильная, смелая. И я даже вот боли не боюсь. Зашла в ванную. Зашла в ванную, тянула губу и проколола. Это самая чудовищная история, которую слышал на этом диване. Вот сейчас было отвратительное первое впечатление. Вышла, руки скрючила опять. Уходи за ширму и выйди красиво. Давай. Я здесь вижу вообще другого человека. Я тоже. Я, честно говоря, к тебе очень проникся. И когда я вижу такое, я считаю, что меня обманули. Как еще объяснить, я просто не знаю. На данный момент я, честно говоря, даже думаю о том, чтобы прервать работу с тобой. Что делать будем? Ну, не знаю. Продолжение следует...